Наталья имеет опыт более 20 лет работы в области управления персоналом, опыт руководителя департамента HR в крупных международных компаниях, опыт консультанта по вопросам управления персоналом компании «Большой четверки». И клиентами Натальи являются крупнейшие российские и международные организации. И Наталья сегодня для нас подготовила презентацию на тему практика использования коучинга в бизнесе. Я очень рада вас приветствовать. Вас хорошо видно, слышно. И презентация тоже видна, да? Презентация видна, мы можем сделать вот на весь экран. Прекрасно. Наталья, а наушников, наверное? Нет, наушники есть, нужно наушники. Давайте наушники, чтобы у нас немножко звук фонит чуть-чуть. Я думаю, что качество звука будет лучше, если мы с наушниками подключим. Так, нормально? Давайте попробуем. Нормально так, да? Пока что, по-моему, не подключился наушники. Есть? Подключились? Нет, не подключились. Ну, звук такой же, в принципе, слышно хорошо, коллеги? Я думаю, что мы можем тогда и без наушников продолжать. Наталья, тогда передаю вам бразды управления к своей руке и отключаюсь. Слышно, слышно. Хорошо, отлично. Отлично, тогда я начинаю. Да. Добрый день, коллеги. Рада приветствовать вас от имени компании PricewaterhouseCoopers. С большим удовольствием я представлю сегодня тему практика использования поучинга в бизнесе, где я смогу поделиться с вами как опытом развития поучинговой культуры в PricewaterhouseCoopers, так и опытом наших клиентов, которые успешно внедряют эту культуру в себя в компаниях. В PricewaterhouseCoopers это практика коучинговой культуры, развита уже более 25 лет, и мы, собственно, с ней живем дружно и очень эффективно. Отрадно, что коучинг стал активно использоваться и в международных, и в российских компаниях как один из наиболее передовых инструментов развития сотрудников и повышения уровня их эффективности. Мы живем сегодня в непростом мире, который характеризуется четырьмя загадочными, буквами ВУКО. Это нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность. Модель ВУКО прекрасно описывает состояние волатильности и хаотичности бизнеса и экономики, которую мы сейчас наблюдаем. Многие специалисты по управлению талантами надеялись и продолжают надеяться, что хаос явление кратковременное, но, к сожалению, надо привыкнуть к мысли, что это перманентное состояние, и мы должны учиться управлять. Сегодня самыми серьезными факторами, которые влияют на уровень эффективности, мотивации и вовлеченности сотрудников, является экономическая и политическая нестабильность, необходимость постоянного обучения и развития в процессе всей жизни, быстро меняющиеся технологии, а также огромный поток информации, с которыми подчас довольно сложно справиться, серьезные процессы глобализации, демографические изменения, демографическая ситуация, которая характеризуется, например, сегодня тем, что как минимум 4 достаточно разных поколения могут работать сегодня в одной организации и должны приспосабливаться друг к другу в избежание конфликтов, непонимания и понижения эффективности деятельности. Мы в PwC выделили 8 факторов, которые способствуют внедрению коучинга в компании. Прежде всего, стремительные изменения, безусловно, влияют на организационные процессы в компании и на бизнес-среду. По-прежнему очень простым является вопрос дефицита талантов, который был и 10, и 15 лет тому назад, он существует сегодня, и будет присутствовать в ближайшие 5-10 лет однозначно. Это несоответствие между навыками сотрудников и требованиями компании. Требования становятся все более высокими, к сожалению, навыки оставляют желать лучшего. Это отсутствие гарантии занятости и сокращение рабочих мест. При всем при этом идет высокая конкуренция и необходимость обладения смежными профессиями. Необходимость постоянного повышения уровня эффективности бизнеса и повышения уровня удовлетворенности клиентов. И как итог всех этих изменений и сложной ситуации, это стресс как в рабочей, так и в частной жизни. Поэтому в таких напряженных и сложных условиях работы коучинг является инструментом, который позволяет сотрудникам легче и проще выходить из зоны комфорта и добиваться высоких результатов. А развитие коучинговой культуры, в которой коучинг является одним из рабочих и, наверное, постоянно используемых инструментов, является одной из важнейших задач руководства компании. Что же такое коучинговая культура? Мы определили, что это культура, в которой ценности, принципы, убеждения, нормы, модели поведения сотрудников на рабочем месте глубоко связаны с таким инструментом, как коучинг, и они помогают распространить парадигму коучинга на всю организацию. Культура коучинга реально существует в той компании, где коучинг активно используется и руководителями, и менеджерами среднего свина, и сотрудниками, в частности, всеми сотрудниками, и является ключевым инструментом развития персонала. Коучинговая культура помогает выстроить доверительные отношения партнерства на всех уровнях в организации и заменить директивный стиль управления на взаимовыгодные и открытые отношения сотрудничества. Мы выделяем четыре стадии развития коучинговой культуры в организации. Первая стадия – это зарождающийся коучинг, отсутствие или незначительное развитие коучинговой культуры. При этом практика коучинга носит разовый характер. Обычно компании приглашают коучинг к руководителю организации или к топ-менеджеру, и коуч-сессии проводятся единично, без цикличности, без повтора. Задача – просто посмотреть, что это такое, может быть, перенять практику, может быть, не перенимать в дальнейшем, но скорее здесь заказчикам движется любопытство, а не реальная необходимость. Следующая стадия – это тактический коучинг. Ценность культуры коучинга признается, но предпринимаются небольшие усилия для внедрения ее на постоянной основе. Коуч-сессии проводятся, но в основном на временной основе. Цикличность коуч-сессии очень хаотична. Коуч-сессии проводятся тогда, когда возникает реально серьезная проблема. И тогда может быть серия коуч-сессии в течение одного-двух месяцев, а затем перерыв в один год, иногда в полтора года. Следующая стадия – это стратегический коучинг, где коучинг считается уже важным инструментом развития, способствующим достижению бизнес-целей. Коуч-сессии проходят на регулярной основе, но не далеко не для всех специалистов. Обычно это коучинг для первых лиц, для менеджеров среднего звена, иногда для пола талантов или представителей кадрового резерва. Но в любом случае в коуч-сессиях участвует не каждый, а только те сотрудники, которых назначает руководство и HR-департамент. И последняя, четвертая стадия – это уже внедренный коучинг, где сотрудники всех уровней включены в процесс коучинга, как формального, так и неформального. При этом под неформальным коучингом мы понимаем общение коллег с коучингом в стиле, в неформальной или полуформальной обстановке, например, в кафе, в кулуарах или на внутренних встречах. Хочу остановиться на типичных характеристиках внедренного коучинга в организации. Это прежде всего, когда важность коучинга регулярно подчеркивается руководством. Это когда сотрудники придерживают убеждений, которые согласуются с философией коучинга. Например, что человеческий потенциал не ограничен, что с нами, со всеми все окей. Навыки коучинга используются не только внутри организации, но и при общении с другими заинтересованными сторонами, такими, например, как клиенты. У нас это постоянно используется в консалтинге, в взаимодействии с клиентами, когда мы используем и методы, и инструменты коучинга. Такие, например, как активное слушание на втором и третьем уровне, умение задавать эффективные и сильные вопросы, обучаться вместе с клиентом и, естественно, создавать очень плодотворные партнерские взаимоотношения. К характеристикам внедрения коучинга можно отнести также такие неформальные правила работы и взаимодействия друг с другом, как внимательность, любознательность, открытость. Здесь как раз мы говорим об общении коучинговом стиле в неформальной обстановке. К самой высокой стадии развития коучинга относится также реверсивный коучинг, когда руководители высшего звена могут иметь коучингами или наставниками более молодых людей или сотрудников более низших уровней. Эта практика существует у нас в фронтинском офисе, она активно развивается, и в России мы пока есть ее не используем, но по истечении года мы посмотрим, какие результаты, и, возможно, тоже будем перенимать эту практику наших английских коллег. И, конечно, на стадии внедренного коучинга, коучинг и наставничество легко интегрируются в HR-системы. HR-ы как сами выступают коучами сотрудников, так и активно продвигают практику эффективного развития коучинга в организации. сегодня практика эффективного развития коучинга является большой заслугой нашего HR-департамента, кроме того, нашего руководства и, наверное, сотрудников в целом. Что мы понимаем под этой практикой? У нас в компании она основывается на пяти постулатах. Прежде всего, это ответственность за свое разбитие, которое организация предлагает сотрудникам взять на себя. То есть коучинговая культура побуждает сотрудников самостоятельно инициировать сам процесс коучинга, а также получать обратную связь на постоянной основе. При этом коучи работают с клиентом таким образом, чтобы принести сотруднику наибольшую пользу. Второй постулат – это внимание прежде всего к сильным сторонам сотрудника, что помогает им максимально реализовать свой потенциал. Третий постулат – мы отталкиваемся от того, чего хотят сами сотрудники. Мы поддерживаем их в том, в чем они сами хотят развиваться и что им больше всего подходит. Мы стараемся помочь им найти свое место в организации, реализовать максимально свой потенциал, использовать различные варианты и возможности, чтобы они смогли построить полноценную карьеру в PwC. Четвертым постулатом является использование подхода постоянного обучения. Эффективный коучинг, как мы знаем, это постоянное обучение и коуча, и коучи. И мы активно поощряем открытость к получению новых знаний и постоянное стремление к развитию и совершенствованию. И последний пункт – мы используем холостический подход и относимся к сотруднику как к целостной личности. Во время сессии мы обсуждаем вопросы, которые касаются сотрудников и как личности, и как профессионала. Они концентрируемся только на вопросах эффективности и анализа результатов деятельности. То есть мы стараемся поддерживать сотрудника в его профессиональном и личностном росте одновременно. Если говорить о российском офисе PwC, то мы практикуем использование шести видов коучинга. И я хотела бы кратко остановиться на них. Мы выделяем коучинг фокусный, который происходит на постоянной основе, ориентирован на потребности бизнеса сегодня. И коучинг всесторонний, который мы проводим до необходимости, и он ориентирован на долгосрочную перспективу. К первой категории относятся четыре вида коучинга. Коучинг на рабочем месте, или как мы называем его он-жоп коучинг. Коучинг направлен на повышение результативности деятельности. Третий вид коучинга направлен на развитие навыков и компетенции. И карьерный коучинг. В случае он-жоп коучинга фокус делается на ежедневную работу, и коучинг направлен на улучшение качества работы, на клиентоориентированность, на управление людьми, процессами, интеграцию новых членов команды. Кстати, именно этот вид коучинг очень часто используется в период адаптации либо новых сотрудников организации, либо сотрудников, получивших новое назначение. И проводиться он может каждым сотрудникам, при условии, что сотрудники понимают, что такое коучинг, и проходили внутренние тренинги по коучингу. Здесь сразу хочу отметить, что у нас на регулярной основе происходят тренинги обучения навыкам коучинга с позиции старшего консультанта, который включен в Тайлент Пул, и абсолютно все, кто получил менеджерские позиции с должности младшего менеджера. И коуч есть у абсолютно каждого сотрудника внутри нашей организации. Второй вид коучинга – это коучинг, направленный на повышение результативности. Здесь фокус внимания на улучшение результата деятельности сотрудников, на их ТПИ, то есть то, что мы можем просчитать, то есть на смарт-задачи. Этот коучинг, вид коучинга, проходит, мы стараемся его проводить на постоянной основе, например, 3-4 раза в год, или же при острой необходимости, при наличии проблем, связанных с понижением эффективности деятельности сотрудника. Проводится он обычно опытными сотрудниками, внутренними опытными коучами, линейными менеджерами, HR-специалистами. Коучинг, который направлен на развитие навыков и компетенций, направлен на поведенческие индикаторы, на образ мышления. Проводится он внутренними опытными коучами, которыми могут быть HR-специалисты, линейные менеджеры, специалисты ЛИД-департамента. Четвертый вид – карьерный коучинг, к которому мы стараемся фокусироваться в данном случае на раскрытии ценностей сотрудника и на достижении успеха. Он влияет на расширение каналов связи, что в нашей профессии очень важно, на драйверы успеха сотрудников, на выбор карьеры, выявляет блокаторы роста и потенциала. Наиболее эффективен тогда, когда сотрудник обращается к учу с вопросом о своем дальнейшем развитии в момент профессионального выгорания, что для нашей компании достаточно частое явление, снижение мотивации и уровень повлеченности. Могу привести два примера, когда именно коучинг как инструмент помог сотрудникам справиться с профессиональным выгоранием. Один сотрудник, ему было рекомендовано уйти в полугодовой отпуск, в который мы достаточно свободно отпускаем наших ценных сотрудников. Второй сотрудник на какое-то время прервал свою работу с прайс-фитркаус-куперс, изменил направление деятельности, очень успешно стал развиваться в другой компании, через два года вернулся к нам в другой департамент на более высокую позицию. То есть это все были результаты нашего внутреннего коучинга. Безусловно, карьерный коучинг проводится опытными внутренними коучами, линейными менеджерами, обученными этими методологиями, сейчас специалистами. Помимо этого, этот вид коучинга проводится партнерами и директорами, то есть представителями топ-менеджмента, которые в нашей компании входят в пункт внутренних обученных коучей. И пятый и шестой виды коучинга – это коучинг-команд, которые направлены на взаимодействие в команде, на поведение участников в группе, на динамику группы, позволяют выявить лидеров, распределить роли в команде. Для нашей компании, где основу деятельности составляет командная работа, этот вид коучинга очень эффективен и дает действительно очень хорошие результаты. Особенно потому, что коучинги являются с одной стороны обученные профессиональные коучи, а с другой стороны наши же сотрудники, которые прекрасно знают бизнес и имеют большой опыт командной и проектной работы. И последний вид – коучинг руководителей высшего звена. Он направлен на развитие лидерских навыков, навыков противостояния вызовам, личную мотивацию, развитие персонального стиля поведения, подготовки к вождению на более высокую должность, расширение ответственности и увеличение сложности ведения бизнеса. Как правило, это позиции от директора до партнера, и это повышение уровня партнерства в компании. Проводится он аккредитованными опытными коучинга из пола «Экзекитив коуч» по всей сети BWC, или же иногда приглашенными коучинами, когда сотрудник не хочет иметь внутреннего коуча из-за проблем с конфиденциальностью. Какие наши подходы в коучинге? Поскольку у нас существует несколько типов коучинга, сотрудник вправе выбрать любой из них, или же несколько типов одновременно. Коучинг в организации должен быть связан с целями сотрудника, и с целями сотрудника, и с целями бизнеса в целом, но всегда он нацелен на развитие и на обучение сотрудника. И третий постулат. Любая беседа может быть проведена с использованием навыков и инструментов коучинга с целью дальнейшей помощи сотруднику в раскрытии ее потенциала. И в центре этих постулатов лежат навыки, техники, инструменты коучинга, которые коучи используют в любых сочетаниях. Главное, чтобы сотрудник получил от этого максимальную пользу, удовольствие, и диалог был выстроен как доверительное партнерство двух сторон. Каковы же участники коучингового процесса? Ну, если мы берем нашу организацию, в педагоге UFC практически все вот эти шесть категории сотрудников могут быть и коучами в том числе, потому что все мы обучаемся этим навыкам и технологиям. Но, как правило, все же коучами выступают штатные сотрудники, которые обучены на достаточно высоком уровне. Иногда это приглашенные коучи, линейные менеджеры, сотрудники департаментов по работе с персоналом. Как я уже сказала, что обучение коучингу в нашей компании очень активно пропагандируется, и сотрудники очень любят обучаться, проходить тренинги по этому направлению. Я хочу остановиться еще на важном вопросе, связанном с преимуществами и недостатками внутренних и внешних коучей. Каковы преимущества приглашенных коучей для нашей компании в частности? Я знаю, что и для компаний наших клиентов в том числе. Прежде всего, это строгая конфиденциальность, которая значительно выше, когда мы приглашаем коучи. Это возможность осуществлять коучинг-проходителей и коучинг-команд, четкое разделение ролей коучинг и менторинг, разнообразный опыт работы с разными категориями коучей. Ну, а недостатками являются, естественно, высокая стоимость, недостаточное знание корпоративной, тумбой и политики компании, и недостаточное знание сотрудников и специфики деятельности компании. Если мы говорим о преимуществах штатных коучей, внутренних коучей, то, конечно, это знание корпоративной культуры и политики компании, это участие в развитии культуры коучинга в рамках организации, уже имеющееся доверие сотрудников, согласование коучинговых мероприятий с целями и задачами компании, ну и, безусловно, бесплатность процесса, это тоже является существенным преимуществом. К недостаткам мы можем отнести отсутствие, не то что отсутствие, а возможность проблем с конфиденциальностью, отсутствие возможности осуществлять коучинг-уководителей по этой причине. У нас иногда бывает так, что нет четкого разделения ролей между коучингом и менторингом. Часто не такой высокий уровень подготовки и опыта в коучинге, прежде всего, касается линейных менеджеров, в которых нет возможности часто поддерживать это на определенном уровне, и невысокая частота проведения коучинговых мероприятий, опять-таки, из-за сильной рабочей нагрузки, особенно для линейных менеджеров. Но, надо сказать, что развитие штата собственных коучей становится очень важной задачей организации. В этом году в PwC, в России, стартовала международная программа обучения бизнес-коучингу, целью которой является обучение и развитие внутренних коучей компаний. И мы внедрили ее, на самом деле, по просьбе очень многих наших клиентов, которые знают, что эта компания с большим успехом ведет в нашем World Wide в PwC уже несколько лет. И вот сейчас все наши участники пущего потока – это сотрудники наших компаний и клиентов, которые планируются руководством этих компаний для развития коучинговой культуры в своих организациях. Вот хочу буквально пару слов сказать об этой программе. Это полноценная международная сертифицированная программа, кредитованная двумя международными институтами ICF и EMCC. Это Европейский совет менторинга и коучинга. 156 часов обучения, 5 модулей, направленных на развитие именно бизнес-коучинга, разработанными нашими World Wide PwC-коучами с учетом нашего консалтингового опыта взаимодействия с клиентами, развития лидерства, талантов, ну и, естественно, развития эффективности бизнеса и в целом коучинговой культуры. То есть это абсолютно практический курс. Если кому-то интересно, то здесь есть ссылка, и можно посмотреть более подробно в этой программе. И в завершении я хотела бы остановиться на преимуществах внедрения коучинговой организации. Эти данные важны и полезны, поскольку это мнение из первых уст, это мнение наших клиентов. Прежде всего, после внедрения коучинговой культуры в организации происходит совершенственная стратегия развития лидерства компании, повышается вовлеченность и удовлетворенность сотрудников, улучшается командный дух и эффективность работы в команде, повышается доверие, прозрачность и открытость в отношениях, повышается уровень производительности сотрудников, улучшаются коммуникативные качества, повышается качество клиентских услуг и улучшается процесс принятия решений. Кроме того, происходит ускорение процесса адаптации новых сотрудников, повышается уровень эмоционального интеллекта, снижается текучесть кадров и повышается, конечно же, эффективность управления временем и энергией. Ну и как представитель консалтингового бизнеса, я хотела бы завершить свое выступление статистикой, которую мы собираем на регулярной основе. Возврат от инвестиций в институт внутренних коучингов в мире на сегодняшний день более 500%. Совокупная выручка компании от внедрения коучинга за 15-16-е годы выросла на 11%. Рост прибыли от использования коучинга в компаниях исчисляется в миллионах долларов. И что очень интересно и важно, затраты на коучинг в бюджете ЛНТ-департаментов составил в 15-16-х годах более 20%. Единственное, что удручает, как отметили наши клиенты не только в России, но и в год бывает самое большое препятствие и угроза для развития коучинга в ближайшей перспективе это большое количество дилетантов, называющих себя коучами и предоставляющих услуги коучинга. Наверное, было бы очень хорошо, если бы мы все приложили максимум усилий, чтобы профессия коуча соответствовала высоким стандартам ICF и внушала доверие нашим клиентам, чтобы наши услуги ценили, нам верили и нас уважали. И на этой позитивной ноте я хочу закончить свое выступление. Если есть какие-то вопросы, буду рада на них ответить. Наталья, спасибо огромное за ваше выступление. Мы чуть-чуть в тайминг не уложились, но у нас есть 3 минуты, целых 3 минуты. Отлично. Есть несколько вопросов в чате. Если вы готовы, я, может быть, коротенько зачитаю вопрос 1-2. Да, пожалуйста. Вот вопрос такой от Лилии. Есть ли у вас самостоятельная должность коуч? Самостоятельной должности нет. У нас коучами являются сотрудники PwC, которые совмещают еще какие-то должности. То есть это, допустим, HR-бизнес-партнеры, это менеджеры, старший менеджер, но в любом случае у них параллельно есть еще какая-то другая работа. Поняла. И вот вопрос, в принципе, перекликается от Татьяны Мирошниковой. Является ли директор компании с сертифицированным коучем? Руководитель вообще PwC? Я предполагаю, что российского отделения. Нет. Директор компании, я так понимаю, что это Игорь Латаков, нет, он не является сертифицированным коучем, но у нас есть партнеры, директора, у нас достаточно большой штат, executive coach, которые прошли сертификацию в международных институтах и постоянно поддерживают свои навыки на международном. Хорошо. Спасибо большое. Ну что, у нас, в принципе, остается 10 секунд на завершение. Наталья, огромное вам спасибо за ваше ценнейшее выступление. Очень рада вас видеть среди участников конференции, участников международной недели коучинга. Хотите ли вы что-то завершить? Пару слов? Спасибо большое. Мне очень приятно, что компания BWC активно сотрудничает с ICF. Я думаю, что это партнерство будет плодотворным и в дальнейшем. И мне очень приятно. Благодарю вас, Екатерина, за прекрасно организованную площадку и поддержку. Спасибо большое. Спасибо всем участникам, кто слушал меня. Наталья, спасибо огромное. Евгению Гахарю тоже огромное спасибо, потому что без него это не состоялось бы. Тогда мы с вами прощаемся. Вы можете посмотреть трансляцию дальше на Ютубе. Сейчас нужно выйти из... Субтитры добавил DimaTorzok